Сравнение риджбека, черного терьера и овчарки в теме опортировки. Отдали, отбегаем. Ко мне. Хорошо, поворачиваемся обратно. Отдаем. Ко мне. Хорошо. Хорошо. Отдаем, хватаем. Хорошо, держать. Отдаем. Все, забираем. Все, пошли. Старайтесь более плавно таскать. Все три щенка играют с игрушкой, хотя и не очень хорошо. Этих щенков необходимо научить о портировке. Для этого можно и нужно комбинировать разные способы обучения. В этом фильме рассказывается о том, что при обучении о портировке можно использовать не только игровые методики. Из-за стремления строить обучение исключительно только на одной игре, многие владельцы щенков не могут вовремя научить их о портировке. Бытовая портировка облегчает воспитание и дрессировку щенка. Поэтому очень важно вовремя научить щенка этому упражнению и в дальнейшем использовать о портировке в воспитании щенка. Если не получается построить обучение на игре, нужно идти другим путем и использовать другие упражнения для того, чтобы вовремя научить щенка о портировке. Примерно к четырем месяцам или раньше щенок должен приносить игрушку в квартире. Примерно к пяти месяцам нужно освоить бытовую о портировке на улице. Очень важное упражнение – это приучение щенка держать предметы ради корма или другой награды. Открыли. Раз, сразу рука. Да. Да. Все. И вот так делаем несколько раз. Хорошо. Далеко кормом. Сидеть. Так, гладим его. Сидеть. Отлично. Отлично. Да. 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 Почему так важно вовремя обучить этих щенков о портировке и максимально их разыграть? Для ответа на этот вопрос нужно понимать, что представляют из себя эти породы. Черный терьер. Современный черный терьер стал компаньоном. Это уже не та конвойная и караульная собака, каким его выводили и каким он был раньше. В большинстве случаев работать с черным терьером на защиту, как раньше, уже невозможно. Стимулировать агрессию через конфликт, нападать на хозяина, на самого черного терьера, изображать трусливо-агрессивного оппонента, конфликтующего с собакой, бесполезно, особенно на начальном этапе защитной дрессировки. Все эти способы сегодня не работают. В дрессировке черного терьера на защиту приходится использовать добычные методики. Чем раньше сделана портировка, тем у собаки будет больше времени на созревание и развитие инстинкта добычи. Щенок должен не просто играть с предметом, нужно тренировать хорошую длительную хватку. Не каждого щенка можно разыграть игрушкой. Если до 4 месяцев щенка не удалось разыграть, то дальше это будет еще более сложно. Поэтому к игре необходимо добавлять обучение с использованием принуждений, кликера и корма. Не стоит пытаться все обучение щенка строить только на игре. Должна быть разумная прагматика. Справедливости ради надо сказать, что и сейчас встречаются рабочие черного терьера. Но их мало. Поэтому для подстраховки щенка черного терьера надо вовремя учить апортировки. Чтобы успеть закрепить это поведение до полового созревания собаки. В 4-5 месяцев щенок должен начать апортировать. Не получается на игре, значит через обучение. Чтобы осталось время попытаться его повторно разыграть, пока еще он относительно молодой. Южно-африканский риджбек. Риджбек по своей сути охотничья собака. Эти собаки активные и самостоятельные. Как про них говорят их владельцы, они не любят принуждения. Правда из этого верного утверждения хозяева делают неправильный вывод, что риджбека не нужно ни к чему принуждать. Но сейчас не время и не место разбирать этот вопрос. Давай, давай. Кобели риджбеки часто бывают агрессивны к другим кобелям. И это мешает обучению. И обратно пошли. Все, забираем у него игрушку. Стремление пообщаться с собаками отвлекает риджбека от хозяина. Обучение игрушек и упражнений. Прям двумя руками. Рядом. Хорошо. При обучении о портировке очень важен возраст щенка и сроки обучения. После 7-8 месяцев риджбека уже очень трудно разыграть, если до этого с ним мало играли раньше, когда он был щенком. Прежде чем щенок узнает, как интересно общаться с собаками, он должен привыкнуть к игре с игрушками и работе с кормом. Это поможет переключать его внимание на дрессировку в присутствии других собак. Подросший риджбек очень сильная собака. С щенком играть достаточно легко. А вот бегать на перегонке с взрослым риджбеком и бороться с ним за игрушку уже тяжело. Двумя руками. Валим его, молодец. Забираем у него. Сажаем его. Так. Все, забираем игрушку. Сажаем строго. Как голова закружилась, сразу игрушку забрать. Молодость и много здоровья. Это то, что необходимо хозяину молодого риджбека, если обучение о портировке строится на игре. Отбегаем. Так, смотрите. И вот теперь затягивайте вот эту фазу, когда она бежит на вас. То есть более длинную дистанцию пробегайте спиной назад. Во. И хватаем. Только не пропускайте мимо себя. Поводок короче. И пусть она достаточно долго бежит, подает эту игрушку. Да, да, да. Хорошо, ко мне. Ко мне. Вот. Играем. Играем. Отбегаем. Если вы не готовы к такому фитнесу с подрощенным риджбеком, то лучше заранее заниматься аппортировкой щенком, чем истязать себя потом дрессировкой взрослой собаки. Все, забираем. Для того, чтобы вам было легко играть с взрослой собакой, ее нужно вовремя научить играть по правилам. Очень легко кидать игрушку собаке, которая вам ее приносит. Хорошо. Риджбека надо вовремя дрессировать. Потом, когда он вырастет, заниматься с ним будет трудно. Немецкая овчарка. Овчарки, как правило, хорошо аппортируют. Или хотя бы интересуются игрой с предметами. Далеко не кидайте. Ко мне. Играем. Хорошо. Одно отбегание. Одно отбегание. Все, забираем. Но если овчарка не уважает хозяина, или хозяин не соответствует по своим физическим и функциональным возможностям своей собаки, овчарка может предпочитать кусать хозяина, а не игрушку. Нельзя! Кусание хозяина – это часть естественного целостного общения двух равноправных особей. У многих щенков такое поведение выражено гораздо сильнее, чем интерес к игре с игрушками. Вот сейчас можно видеть всего три варианта поведения собаки. Первое. Собака хватает игрушку. Второе. Собака играет непосредственно с хозяйкой, то есть прыгает на нее и кусает. Третье. Отвлечение на окружающую обстановку, которое происходит во многом из-за того, что кусать игрушку неинтересно, кусать хозяйку запрещается, что делать, куда девать свою энергию и активность непонятно, собака находится в некотором замешательстве, и поэтому, как только в окружающей обстановке появляется какой-нибудь раздражитель, собака отвлекается на него. Можно даже говорить о том, что отвлечение в данном случае это смещённая реакция. Ещё, 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 немножко, 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 поиграйте, поиграйте. Хорошо. Погоня за игрушкой и желание хватать её, это отдельная простая врождённая реакция. Эта реакция изначально у разных собак выражена в разной степени и может быть развита путём обучения и тренировки. Но всё надо делать вовремя, в том числе и дрессировать собак. Овчарку необходимо обучать о портировке, чтобы она не отказывалась играть с игрушками и не нападала на человека. Давай, да. Ну-ка, отлично. Да, скорее судом. Хорошо. Собаки все разные, это зависит от породы и индивидуальности. Но рецепт всё равно один – заниматься дрессировкой и в частности вовремя обучать о портировке. Кому-то это необходимо для подготовки к дрессировке на защиту, кому-то надо, чтобы тратить лишнюю активность и отвлекаться от собак, кому-то для повышения управляемости и снижения агрессии. И ещё есть много причин для обучения собаки о портировании, игре и удержании предмета. А если вам понравились наши видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте, мне нравится.